Питомцы Питомцы Африки, так и во всем мире в целом. Длина самых крупных взрослых особей может превышать 6 метров, а вес доходить до 100 килограмм. Хотя обычно длина иероглифовых питонов не превышает 4,8 метра, а масса составляет в среднем 44 или 55 килограммов. Несмотря на то, что скальный питон не ядовитый, он представляет большую угрозу для животного мира. Эти огромные змеи прячутся в воде, чтобы напасть на жертву из засады. Питаются они обезьянами, птицами, свиньями и даже крокодилами, стычки с которыми у них иногда происходят. Скальных питонов нередко отлавливают, после чего доставляют в специализированные зоомагазины, откуда их выкупают в качестве домашних животных. Видимо, людей, которые принимают такие решения, не страшат все известные факты об этой змее. А зря, ведь скальный питон в неволе представляет большую опасность. История знает немало случаев, когда содержащиеся в неволе в качестве домашних питомцев скальные питоны нападали на людей. Иногда такие нападения заканчивались относительно хорошо, а иногда трагично. Так что мы не советовали бы вам заводить у себя дома такую необычную рептилию. Номер 2. Варан Сальвадора Варан Сальвадора – это крупный варан, обитающий в Новой Гвинеи. Это самый крупный варан в Новой Гвинеи и одна из крупнейших ящериц в мире. Длина самой крупной зарегистрированной особи составляла не менее 265 сантиметров. В среднем же эти вараны достигают в длину около двух метров. Как можно догадаться, варан Сальвадора – дикое животное. Эти темно-зеленые особи обитают в мангровых болотах и прибрежных тропических лесах в юго-восточной части Новой Гвинеи, где являются доминирующими хищниками. Они используют свои эффективные зубы для захвата крупной и быстродвижущейся добычи. Вараны Сальвадора – это одни из самых агрессивных ящериц во всем мире. Они территориальные и беспощадные, поэтому встреча с ними даже в дикой природе может привести к печальным последствиям. Но, несмотря на все это, некоторые люди заводят варанов Сальвадора в качестве экзотичных домашних питомцев. Скажем сразу, это не лучшая идея. Вараны этого вида предпочитают атаку отступлению и могут быть очень опасны для домашних животных или человека. Будучи потревоженным, варан Сальвадора, несмотря на свой небольшой размер, способен нанести очень тяжелые травмы или даже убить человека. Один единственный укус варана Сальвадора вызывает болевой шок у взрослого человека, а раздраженный или загнанный в угол варан легко расправляется даже с крупной собакой. Номер 3. Толстые лори Наверняка многие из вас видели толстых лори на картинках в интернете. Внешне это действительно невероятно милые животные, которые буквально притягивают внимание людей своими необычными глазами. Не удивительно, что многие люди на это ведутся и заводят толстых лори в качестве домашних питомцев. Что ж, должны сказать вам, что делать этого не нужно, так как толстые лори – это типичный пример того, как природа может нас запутать. На самом деле это очень опасные животные с ядовитым укусом. На локтях животное имеет особые железы, которые вырабатывают опасный токсин. В дикой природе самки обмазывают своих детенышей этим токсином, чтобы уберечь их от хищников. В неволе же токсин может быть использован против хозяина. Если толстый лори почувствует опасность или увидит приближение незваного гостя, то он высосет яд из локтя, наберет его в рот и укусит человека. Помимо того, что укус очень болезненный сам по себе, он имеет крайне неприятные последствия, варьирующиеся от удушения до летального исхода. И хотя некоторые люди все равно заводят себе толстых лори в качестве питомцев, мы бы рекомендовали вам держаться подальше от этих милых, но крайне опасных существ. Номер 4. Крокодил Крокодилы – это поистине красивые рептилии. Это необычные и экзотические животные, которые обладают целым рядом уникальных и интересных свойств и качеств. В дикой природе на них смотреть одно удовольствие, если, конечно, зверь находится на достаточном расстоянии. Однако крокодилы бывают и в неволе, их отлавливают по разным причинам. Какие-то крокодилы поступают на черный рынок, где из их кожи делают различные изделия. Какие-то становятся вкусными деликатесами, а какие-то отправляются в различные заповедники на фермы, откуда их иногда можно выкупить. Некоторые люди так и делают и заводят крокодилов в качестве домашних питомцев. Безусловно, это интересный выбор, ведь далеко не у каждого человека дома есть настоящий крокодил. Однако в погоне за экзотикой люди забывают, что крокодил – это прежде всего очень опасная рептилия и одно из самых опасных животных в мире. Несмотря на внешнюю неторопливость и расслабленность, крокодилы могут стремительно набрасываться на своих жертв, впиваться в них и не оставлять им ни единого шанса. Крокодилы очень трудно поддаются дрессировке, поэтому шанс таких нападений на хозяев дома очень велик. Поэтому держать крокодила дома – это безумие. Но даже если хозяину удастся каким-то чудом приручить и одомашнить эту рептилию, то есть еще одна проблема – это размеры крокодила. Эти животные вырастают до нескольких метров в длину и могут весить около тонны. Думаю, все мы понимаем, что содержать и кормить такого гиганта в домашних условиях – это одно из самых странных, сложных и даже глупых занятий. Номер 5. Волк У большого числа людей дома имеются собаки. Собаки – это одни из самых распространенных домашних животных во всем мире, которые, в отличие от многих других питомцев, оказывают действительно большую помощь своим хозяевам. Но, видимо, некоторым хозяевам наскучивает жить с собаками или же они хотят разнообразить свою жизнь, поэтому они заводят себе волков. Да, все верно. В последнее время все больше и больше людей заводят диких волков в качестве домашних питомцев. На самом деле такое решение сопряжено с большим риском, ведь волк не является домашним животным по умолчанию, а значит он может плохо чувствовать себя в неволе. Большая часть хозяев волков сталкивается с агрессией, когда зверю исполняется 2 или 3 года. Если хозяева не будут уделять волку внимания, не будут его дрессировать и всячески приучать к домашнему образу жизни, то это скажется на его характере. Когда он вырастет, то наверняка захочет оспорить место хозяина, следуя своим инстинктам. Все это может выливаться в нападение волков на своих хозяев, некоторые из которых заканчиваются плачевно. Так что заводить волка – не самое лучшее и не самое легкое решение. К этому зверю нужен особый подход, который получается отыскать даже не у всех опытных собачников. В последнее время все больше и больше людей стали заводить обезьян, на то есть свои причины. Обезьяны – это очень милые и притягательные животные. Они весьма забавные и умные, и с ними можно неплохо провести время. Вдобавак они всегда выглядят очень безобидными, на самом деле это лишь видимость. Обезьяны – далеко не самые лучшие домашние питомцы. Главная опасность, которую они скрывают – это беспричинная агрессия. Они могут просто так напасть на своего хозяина и причинить ему серьезный вред. Причем это может произойти совершенно спонтанно, когда от обезьяны ничего не ожидаешь. Стоит отметить, что если взрослых людей обезьяны в основном опасаются, то на ребенка они могут наброситься без каких-либо проблем. Как минимум, такое нападение может обернуться увечьями, ссадинами, порезами и последующими шрамами. Но что хуже, так это то, что обезьяны, как и лисицы, являются переносчиками различных заболеваний. В частности, они разносят инфекции, которые могут передаться хозяевам после нападения. Стоит задуматься, нужны ли вам подобные проблемы. Номер 7. Медведь Где, как ни в России, вы найдете людей, которые содержат у себя дома медведей в качестве питомца? Удивительно, но западные стереотипы о том, что русские держат у себя дома медведей, уже не кажутся такими уж стереотипами, когда узнаешь о том, что некоторые россияне действительно заводят себе этих необычных зверей. Одними из них являются Светлана и Юрий Пантелиенко, пара у которых дома проживает медведь Степан. Степан родился в питерском зоопарке. Светлана и Юрий взяли мишку в возрасте трех месяцев и своей любовью и добротой сумели растопить сердце хищника. Став для него вторыми родителями, Юра и Света воспитали медведя, сделав его настоящим цирковым артистом и звездой кинофильмов. В частности, он поучаствовал в таких проектах, как «Царь», «Край», «Воронины» и «Елки-4». Степан – это необычный медведь. Он безобидный и очень добрый. По словам хозяев, за все время он никого не укусил и ни на кого не набросился. Видимо, все дело в том, что его взяли из зоопарка в совсем юном возрасте. Степан обожает людей и любит социализироваться. Также он любит играть со своими хозяевами и проводить с ними свободное время. Как и все медведи, Степан любит хорошо поесть. Особенно он любит сгущенку. Ежедневно он съедает 25 килограмм рыбы, овощей и яиц. Поэтому семейству Пантелеенко наверняка приходится нелегко, когда дело доходит до готовки еды. Тем не менее, Светлана и Юрий искренне любят своего медведя, и это действительно очень круто. Номер 8. Лисица Несмотря на то, что лисица – это дикое животное, некоторые люди заводят ее в качестве домашнего питомца. Безусловно, лиса – это красивое и грациозное животное, которое может поразить любого человека как своими уникальными чертами, так и интересными качествами и способностями. И все же, не стоит забывать, что лисица – прежде всего дикое животное, которое не подходит для домашнего содержания. Главная причина заключается в том, что лисы являются переносчиками целого ряда опасных заболеваний, одним из которых является бешенство. Вдобавок, лисицы нередко могут быть носителями различных паразитов. Так что забирать диких лис к себе домой и превращать их в питомцев – глупая затея. Лучше отдать предпочтение обычным кошкам, которые уже давно проверены временем или же иным проверенным домашним питомцам. Номер 9. Черепахи Несмотря на то, что черепахи – одни из самых популярных домашних животных во всем мире, некоторые виды представляют большую угрозу для своих хозяев. В частности, такие большие особи, как гигантские или сейшельские черепахи. Многие виды черепах агрессивны, особенно если мы говорим о морских разновидностях. Они могут нанести хозяевам глубокие раны своим мощным клювам. Также черепахи нередко становятся источниками вспышек сальмонеллеза. 80 или 90% случаев заражения этим ужасным заболеванием обусловлено контактами с черепахами. Подхватить сальмонеллез легко, достаточно не мыть руки после прикосновения к животному. Больше всего от этого страдают дети, так как именно они чаще остальных членов семьи берут черепах в руки. Номер 10. Скорпион Ежегодно тысячи людей заводят себе опасных скорпионов в качестве экзотичных домашних питомцев, видимо забывая о том, что некоторые виды скорпионов крайне ядовитые. И ежегодно тысячи людей становятся жертвами этих членистоногих. Причин может быть несколько. Это и неправильный выбор скорпиона, и ошибочное предположение в том, что питомец может быть не ядовитым, и неправильное содержание членистоногого. Скорпионы отличаются небольшими размерами, поэтому их попросту можно не заметить на диване или кровати. Дома можно держать разве что слабо ядовитых скорпионов и только в инсектарии. А на этом все. Напишите в комментариях, какое из этих животных вы хотели бы иметь в качестве домашнего питомца. Не забудьте про лайк, подписку и колокольчик. Спасибо вам большое за просмотр!